Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем дополнительный аналитический контент с конкретными торговыми рекомендациями для вас, чтобы у вас было всегда четкое понимание того, что можно делать на рынках прямо сейчас. Сегодня на повестке экономического календаря ждем индексы производственной активности Германии и в целом всего валютного блока. Сначала по Германии статистика в 7.30 по GMT, потом спустя полчаса в 8.00 данные по производственному сектору еврозоны. Статистика важная, потому что поможет нам оценить примерно, какой показатель по ВВП мы сможем увидеть в будущем периоде. Да и в целом сейчас нам нужно получить как можно больше свидетельства силы европейской экономики, потому что, надеюсь, вы, как и я, закладываетесь под идею того, что Европейская Центральная Банка продолжит активно повышать ключевую процентную ставку. Причем темпы последующего ужесточения могут превзойти темпы других регуляторов. Я один из немногих, кто считает, что ЭЦБ может поднять ставку сразу на 50 базисных понтов. И это решение уже, соответственно, следующего месяца. Также сегодня будем следить за канадской статистикой. В 12.30 по GMT роничные продажи в Канаде. Очень большая ставка лично мной делалась на укрепление канадского доллара в последние недели. Но из-за того, что рынок нефти подвел и сейчас уже вплотную приблизился к 80 долларам за баррель по бренду, канадцу непросто, конечно же, отстоять свою позицию против американского конкурента. Но я рассчитываю, что мы будем набирать позиции для этого актива за счет сильных макроэкономических данных. И рассчитываю на то, что как бы не сложилась дальнейшая картина, все-таки поддержка 80 долларов за баррель по бренду выставить. Тем более, что страны ОПЕК ранее уже давали понять, что не хотят пускать котировки ниже данного уровня, которые для них являются своего рода уровнем рентабельности. Давайте по порядку, друзья. Сегодня индекс доллара котируется на отметке 101.50. Все продолжают оценивать перспективы дальнейших действий Федрезерва по монетарной политике. Накануне мы уделили этому вопросу довольно много времени и внимания. И разобрали расстановку сил, именно позиционирование трейдеров. Кто считает, что уместно поднять ее на 25 базисных пунктов, кто считает, что лучше сохранить на прежней отметке. Конечно же, если быть объективным, это снова нужно делать отсылку на инструмент Федботч. И настроения не изменились. Здесь 85% вероятности того, что ставку в начале мая поднимут на 25 базисных пунктов. Допускаю, что многие из вас, я тоже считаю, что это уместное решение, хотя я не знаю, как вы его оправдываете, чем объясняете. Я сторонник того, что уместнее сейчас составить ставку на прежнем уровне, потому что вижу достаточно много слабых сигналов по макроэкономической статистике или, скажем так, причины, из-за которых Федрезерв может сохранить ставку на уровне 5%. Это слабая макроэкономическая конъюнтура, слабый рынок недвижимости, слабый рынок труда, сохраняющиеся экономические риски и очевидное снижение инфляции, которое может быть следствием уже ранее принятых решений по ужесточению монетарной политики. Если бы были какие-то прецеденты, скажем, по уросту компонентов, из-за которых мы бы задумались о том, а действительно ли у Федрезерва все находится под контролем в плане борьбы с инфляцией, тогда, может быть, я убрал этот аргумент с чаши весов за то, чтобы ставка осталась на прежнем уровне. Но я считаю, что сейчас это неуместно. Все эти факторы, которые я перечислил, это доводы в пользу того, чтобы ставка осталась на прежнем уровне. Но даже если ФРС пойдет на повышение, тоже я вчера об этом говорил, скорее всего, это решение уже не будет иметь каких-то совсем долгосрочных последствий, потому что уже все заложено в текущем курсе. Блок макроэкономических данных, вчерашних, первичные заявки на пособие по безработице в США, мы ожидали слабые цифры, они подтвердились. Рост количества обращений 245 тысяч, это очень много, друзья. Но еще больше вопросов к рынку недвижимости. Продажи на вторичном рынке снизились на 2,4%, против прогноза роста на 1,5%. Вспомните, что в начале недели был еще отчет по закладкам новых домов и выданных разрешений на строительство. Там тоже была статистика удручающая, что позволило нам сделать вывод о том, что все-таки рынок очень чувствительен к тому, что ставка находится на отметке 5%. Это ставка ФРС, ставка рефинансирования. Конечно же, ипотечная ставка еще существенно выше. И уж прям не знаю, как ФРС сможет объяснить целесообразность дальнейшего повышения, как на это отреагирует экономика. Будет очень интересно, друзья, вместе с вами дождаться самого заседания Федрезерва и, соответственно, уже проанализировать его итоги, последствия и оценить, что будет с долларом дальше. Пока что я сторонник того, что доллар будет снижаться. Золото выше 2000 долларов за тройскую лунсу. Настроения меняются в пользу большего доминирования на рынке продавцов. 66% продают, соответственно, 34% покупают. Остаемся на стороне меньшинства. Я верю в дальнейший рост рынка драгоценных металлов. Доллар канадец 1,3497. Сегодня после выхода данных по роничным продажам есть вероятность того, что канадский доллар немного отыграет позиции. Я рассчитываю на снижение в район 1,3450. Ну и потом, конечно же, уже дальнейшее снижение будет возможно только лишь при условии коррекционной восстановительной динамики нефти и возвращения бренда выше 85 долларов за баррель. Ну, придется подождать. Европейская валюта против доллара 1,0962. Здесь так же, как и в ситуации с долларом, все зависит от будущих решений уже национального европейского регулятора и от того, насколько он повысит процентную ставку, какие прогнозы мы увидим, какие, в принципе, планы по вот этой дорожной карте дальнейшего ужесточения монетарного режима. Очень большой эффект на евро оказала статистика по инфляции на этой неделе. Базовый индекс потребительских цен вырос с 5,6% до 5,7%. И ранее мы уже сделали вывод о том, что при росте базовой инфляции у ЕЦБ есть еще один документ за очередное повышение процентной ставки. Протоколы последнего заседания Европейского Центрального банка, опубликованные вчера, показали, что большинство голосующих членов ЕЦБ поддержали идею главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, который выступил за повышение ставки на 50 базисных пунктов. И вишенкой на то же вчера стала речь Лагарда, ее выступление, где она снова сделала большой акцент на высокую инфляцию и на то, что ЕЦБ будет продолжать активно бороться с ростом потребительских цен, потому что это основная задача национального регулятора. Не знаю, друзья, какие еще вам нужны доводы, аргументы в пользу того, чтобы ЕЦБ не останавливался на достигнутом и тащил ставку все выше и выше. Мне они, собственно, не нужны, поэтому я оптимист в отношении евро и жду дальнейшего восстановления этого инструмента. По поводу британской валюты 1,2434 текущей котировки, тоже ситуация с инфляцией, которая была подтверждена непосредственно самим индексом потребительских цен, еще и сильным рынком труда, где мы увидели рост заработных плат. Это компоненты, которые будут влиять на разгон общего показателя инфляционного давления, которое и так остается самым высоким среди всех развитых стран. Банк Англии тоже повысит процентную ставку, поэтому цели по фунту прежние это движение выше отметки 1,25. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!